Доброе утро! Здравствуйте! А что, не добрый день? Ну как ты, Соня, смутился и захотелось по-новому что-то сказать. Доброе утро, добрый день! Здравствуйте все, кто присоединился к нам с начала этого часа. Ну и надеемся, что и будет нас больше к середине и так далее, и ко второму часу, потому что тема у нас безумно интересная и абсолютно попадает в мелодию, потому что сегодня мы говорим о собаках. Мы будем говорить о собаках и гадости, и радости, и вообще высказывать все мнения, которые имеются у нас и у наших радиослушателей. Поэтому для того, чтобы вы успели высказать свое мнение, мы напоминаем вам наши телефоны. Давайте сначала представимся, кто здесь. Елена Овчинникова, естественно, в дневном развороте. Представляет Елену Овчинникову Владимиру Сметанину. Ну и теперь наши телефоны, конечно, очень надеемся на ваше активное участие. 708-502, номер нашего прямого эфира, 708-502. И еще номер для СМС у нас, 8909-720-101-0. Для тех, кто считает этот номер, этот телефон личным у меня, не, ребят, вы ошибаетесь, это рабочий телефон. Еще раз повторяю, да? Да, поэтому следует повторить рабочий телефон. 708-502, если вы хотите позвонить и рассказать свою историю, высказать свое мнение и так далее. Потому что тема с собаками, это крайне сложная, крайне спорная, но безумно интересная тема, о которой можно говорить долго. Мы будем говорить два часа. Вот. И номер сотового телефона для ваших СМС-ок. Вам слово, Владимир. Давайте я еще скажу про наш сайт. Давайте. Нам же тут редакторы принесли. Нет, давайте телефон, а потом про сайт, потому что у нас, да, у нас есть новости. Сотовый. А, сотовый. 8909-720-101-0. Так, а теперь про сайт. Да, сайт. Если с вами, наши уважаемые слушатели, случилась такая великая вещь, у вас есть такая неведомая штука, как персональный компьютер или другой гаджет. Да ладно, что, даже я знаю, что такое персональный компьютер. Ну, я так сейчас ерунствую немножко. Заходите на наш сайт, echokirova.ru, там есть вопрос, вот прямо на главной странице. Как влияют волонтерские движения на спасение бездомных собак? Вы можете кликнуть там по одному из трех ответов. Во-первых, привлекают внимание общество к проблеме волонтеры. К проблеме бездомных собак. Бездомных собак. Во-вторых, мешают разрешению проблемы. Бездомных собак. Да, и третий вариант ответа. Любым делом должны заниматься профессионалы. Echokirova.ru, вот там такой опрос у нас. Да, ну что ж, давайте сразу же будем представлять гостей нашей студии. Это Наталья Махнёва, председатель правления Кировской областной общественной организации защиты животных Зоокоролевства. И Оксана Стрельцова, заместитель Натальи, то есть зампредседателя управления общественной организации Зоокоролевства. Здравствуйте, наши гости. Здравствуйте. Рада вас слышать. Хоть и сто лет знакомы, видаемся по жизни нечасто, вот теперь будем видаться чаще в нашей студии. Связло. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, давайте приступаем к теме собак. Вы уже поняли, о чём будем говорить. О волонтерстве. Я скажу жёстко, это бестолковое движение или полезное. Будем обсуждать, что это такое. Будем говорить о собачьем приюте. Будем говорить о бездомных собаках. Будем говорить о том, что уже очень много жалоб на то, что бродячие собаки кусают. Кировчаны кусают достаточно много. И я даже процитирую одну женщину, которая мне недавно пожаловала, что эти собаки, внимание, я цитирую, я не говорю, что это правда, распространяют желтуху. И трудно, и для чьему, и болезнь бешенства. Жалуются по-всякому. Даже жалуются так. Но все, кто профессионал, и все, кто хоть немного разбирается в собаках, наверное, улыбнулись, потому что, вы поняли, да, не желтуху. Ну, с бешенством понятно, но это, к сожалению, смертельное заболевание, которое вообще не лечится. Елена, вы знаете, вот я знал, что мы будем обсуждать эту тему. Я последние два дня хожу по улицам нашего города и так присматриваюсь к этим собачкам. Из-за угла так раз. Да, так. И они бегают, да, и что-то вот большое, и разное. Налетать, а Жаня бегает. Как удивительно, собаки бегают. Да, бегают, и что? Это составляющая, я считаю, я к бродячим собакам отношусь со здоровым чувством понимания того, что это часть нашей природы. Извините, это крысоловы, благодаря которым не распространяются болезни, а разносимы этими грызунами. Это что, это чума, по-моему, да? Помогайте, кинологи. Чума, да, одна из тех болезней, которые в средние веки. Да, вот. Чуму. Мы не в эфире телевидения, мы в эфире радио, поэтому кивание головой, Наталья Павловна, никому не видно. Словами, пожалуйста. Тенденцию не могу вашей понять. Понимаете? А мне вот интересно, все те животные, которые бегают по улицам, они же не все бездомные, очень много бегают хозяйских животных. Домных животных. Да, они домашние, хозяйские. Просто у нас люди не считают невозможным свое животное отправить гулять, а самим не выйти. Ну, вы знаете, у нас вообще странное отношение к животным. Где-то, понимаете, мы любим их до очеловечивания и рыдаем над страданиями замерзшей собаки на взрыд, размазывая там замерзшие слезы по лицу. Да, которые не всегда замерзнут, иногда вполне комфортно себя ощущают. А иногда мы проявляем совершенно безумную какую-то жестокость по отношению к собакам и так далее. Но вот я начать хотела буквально со свеженькой темы, это в новостном формате. Вчера всеми бурно, позавчера и вчера всеми очень активно бурно обсуждалась тема в углу собак. Извините, я попытаюсь сказать, культурно экскрементов, а так-то в принципе собачьих какашек. Я соглашусь, что зрелище далеко не эстетическое. Абсолютно. То есть ты выходишь, и я не знаю, почему-то многие собаки, я не знаю, что у них такое, но они любят почему-то забраться на сугроб и сделать это сверху. Не смешно. Ну, хотя смешно, конечно, но не очень приятно. Если с иронией подходить к этому делу. Да-да-да. Нет, подождите. И все, что прозвучало за два дня, то есть максимально превалировала информация о том, что хозяева, выгуливающие своих собак, должны ходить с мешочком, с совочком, собирать, извините за выражение, какашечки. Как в европейских странах. Вот это бред. Сивый кобыл и бред. Знаете почему? Вот когда на Западе есть парки для выгулов животных, то именно муниципалитет выставляет на входе контейнеры, и там через каждые пять метров контейнеры. За счет муниципалитета кладутся пакетики и совочки. А не человек гуляет с совочком и пакетиком. Ну вот, хорошо, у меня маленькие собачки. И я могу даже распихать где-то по карманам. Это мы уже переходим, это мы уже из парка ушли, да, и переходим на банальные улицы. У меня маленькие собачки, я собрала, положила. И иду вся такая красивая. И встречаю знакомого, и издали кричу, не подходите ко мне, потому что я, извините, но... Вот. А куда мне одевать-то, кто мне скажет? У нас на милицейской урна, на остановке, значит, милицейская. Потом, значит, на следующей остановке центральный рынок. И я, значит, курсирую с пометом туда-сюда-обратно. А если док? Вот, а если док, я иду с большим мешком. То есть там другие объемы. С метро-луженой. Здрасте, собака 100 килограммов. Она не как голубь, я уверяю. Вот. И я иду вся такая, опять же, красивая, но с мешком. И опять издали кричу знакомым людям, не подходите ко мне, я пока не найду урну, куда выкинуть все это. Вот. И не найдя урны. Вот у нас на рынке же вообще беда. Бывает, выйдешь с рынка, несешь в руках огрызок яблока. Или банановую шкуру. И домой придешь и выкинешь дома. То есть по пути ищешь глазами, где там можно ее выкинуть. Нет, ей можно, конечно, так сделать, так покрутить и сделать вид, что она у тебя случайно оторвалась и улетела в кусты. Но если ты не привык бросаться на улицы, особенно собачьими какашками, естественно, ты понесешь же это все домой. Скажите, а зачем мне эти проблемы? То есть я хожу с мешком, вот. Вначале давайте поставим урны, да? Поставим урны, контейнеры, то, куда можно это выбрасывать. Большинство людей выбросят, я вас уверяю, всем людям хочется пожить в чистоте. А если вот ситуация обстоит таким образом, куда мне? Я ладно, а вот Наталью Павловну, вы представьте, женщину с ногтями в полметра, ярко-зеленого цвета, вот. И с ярким макияжем, и она идет и несет с собой пакетик. С какашками. С какашками, с экскрементами. Мы не стесняемся этого слова. А мы что стесняться-то? Если же оно происходит, что теперь? Куда деваться-то? Я считаю, что в данном случае, как всегда, идет перекладывание ответственности с муниципалитетов на обыкновенных людей. Вначале обеспечено с тем, куда складывать эти экскременты, чтобы мы не таскали их по карманам. И чтобы я не объяснялась со знакомыми, а очень часто бывает, что ко мне подходят люди на улице и говорят, рассказывают о проблемах, говорят о моей работе. И я что, должна издалека кричать, уходите отсюда, уходите. Или мне выходить в черных очках и делать вид, что это не я, потому что я выгуливаю своих собак. Вот. Поставьте нам контейнеры, урны для того, чтобы мы выкидывали то, что выделяет собаки из себя, и в городе будет чисто. Уточните себя, муниципальное служащее. Я права или нет? Да, ну вот у меня еще. А вот нам, понимаете, иногда собачникам и погулять... Чуть поближе к микрофону. А нам иногда собачникам и погулять негде, потому что жильцы на выкидывали из окон вообще что попало. То есть это ведь тоже проблема, все эти пластиковые бутылки, ладно пластиковые, а стеклянные битые бутылки. Да, битые битые стекло. На самом деле ты выходишь весной и, допустим, ну ладно, ты... Загадочно белеющие изделия номер 2 резиновые. Да, вот это, вот честно говоря, это да, очень я вот дохожу. Они почему-то ужасно привлекают внимание собак. Вот хожу, натыхаюсь, тоже как-то так огорчаюсь. Вот и опять ты стоишь такая красивая, а они все изучают, что это такое. И проходит малознакомый, но приятный мужчина. И ты делаешь вид, что ты опять не с ними. То есть иной раз и собачнику тяжело от нашего населения, потому что битые стекла, мусор, изделия и все что угодно валяются. Это тоже осложняет жизнь. Ну как, и собачнику, и не собачнику. Это к управляющим компаниям, которые утверждают, что у каждого дома есть дворник. Вот у нас на днях переизбрали нашего управляющего, нашего главного по дому, переизбрали. И мы выяснили, что, допустим, в нашем доме всегда был дворник, который получал по 5 тысяч рублей за свою работу. А у нас последний дворник был, он поработал несколько дней. Он сказал, нет, за 2 тысячи я это делать не буду. Вот такая смешная история. Поэтому, ежели за 2 тысячи рублей в вашем доме никто не убирает битые бутылки, то понятно, что у собак проблема, да и у людей тоже, мало ли. Всегда можно порезаться. Я почему-то вот в шлепках выхожу летом гулять, я почему-то их теряю, могу наступить. Бывает. Это не только проблема собак, это нам выгуляться нельзя. Если в какашку наступить собачью, то это к деньгам. У нас так много примес, которые связаны с деньгами. К деньгами, и у нас самое-то главное, как много мест, куда можно ступить, чтобы у нас были деньги. И что, он тебя может прилететь еще сверху там? Да. С упомянутых губами. Высот. Да. Но там же, да, как-то поговорка была, хорошо, что коровы не летают. Это вот бабла там и сколько раз, сразу не стоишь и не знаешь, как надеваться. Ну что ж, вот я считаю, что вот моя мысль вот такая вот, да, то есть руководство городом, районом, областью пытается переложить ответственность, которая, да, возложена на них, пытается переложить на животных. То есть используя для этого какие-то вот коротенькие обрывки нормативных актов, да, не исполняя значительную часть для того, чтобы мы соблюдали вот эти нормативные акты. Вот. То есть вот мое отношение к тому, что обсуждали последние два дня, что люди должны сходить с совочками и кулечками. Я, наверное, не буду. Я, наверное, не пойду. Я не знаю. Ну, надо купить как-то масхалат тогда там. Еще очень ужасно. Не ужасно. Ну что ж, давайте переходить к теме насущной, которая, вот, собственно, ради которой мы сегодня и собрались. Давайте переговорим вот о чем. Начиналась история удивительная. Почему, собственно говоря, я вас и призвала сегодня. История была удивительная. Мне позвонила, судя по голосу женщины и, судя по ее голосу, очень молодая женщина, наверное, и девушка. И категорически, без принятия возражений с моей стороны голосом, она сказала, что они завтра поедут спасать бездомных котят, и я должна поехать с ними и все это зафиксировать. Я впала в задумчивость, потому что время, озвученное для спасения животных, было названо там 11 часов. И я представила, как я звоню редакторам на «Эхо Москвы» и говорю, извините, эфира завтра не будет, я там еду каких-то кошек ловить. Я попыталась девушке внушить, что я небезработная дама, которая вот всю жизнь сидит и просто дожидается, когда меня позовут спасать. Когда их пригласят, да? Да. Вот. На что девушка очень обиделась. Она, ну, произнесла что-то вот какая. Я нехорошая. Вот. Но я успела у нее попросить телефон, хотя бы для того, чтобы связаться с людьми. И после того, как они сходят в этот рейд по спасению котят. При этом, значит, девушка не успела повторить, по-моему, это в подвале какого-то дома в районе Лепсе. Там живет достаточно много кошек, которые размножаются благополучно. Но какие-то негодяи, приходя в подвал, они отлавливают этих котят и выкалывают им глаза. Отрывает ноги, руки, хвосты и выкалывает глаза. Я, естественно, позвонила после этого рейда, попыталась узнать, что же произошло, кого удалось спасти. И услышала, что спасти никого не удалось, потому что котята совершенно дикие. Поймать не смогли. Поймать никого не смогли. И тогда я в очередной раз впала в задумчивость, а как же их ловят те хулиганы, которые выкалывают глаза. И в голову мне пришла мысль, что, наверное, это все-таки заболевание бродячих кошек. И, да, действительно страшно. Выболивают глаза. И есть такое дело. И я подумала, что дело-то не в хулиганах, а дело в болезни. И дело в том, что бороться с хулиганами меня призывали те люди, которые даже не задумались о том, что вот это заболевание вот на том этапе, это процесс достаточно естественный, неприятный, но естественный. Животное в природе, голодное и ослабленное. Бывает. И тогда я начала интересоваться, что же такое оголтелое движение, которое бежит, спасает, не выяснив всех ситуаций, всех проблем, существующих на этом этапе. Выяснилось, что это волонтеры. Я начала узнавать, кто такие волонтеры. И есть ли от них толк для бродячих животных. Я поинтересовалась и услышала очень много нареканий. Ну, во-первых, когда мы озвучивали, если вы можете зайти на наш сайт, как мы говорили, и ответить на вопрос, что такое волонтерское движение, а не привлекает внимание общества к проблеме, мешает разрешению проблемы, делом должен заниматься профессионал. Я поняла, что, я об этом давно говорила, что вот в данном случае, когда девочки, по-моему, это очень молоденькие девочки, в возрасте 16, если надо, до 20 лет, где-то вот так, выцепляют из живой природы кошек, собак, которые, по их мнению, болеют, голодают, страдают и начинают бороться как-то с их одиночеством и бродяжничеством, то это не всегда правильно, а зачастую, наоборот, очень неправильно. Ну что ж, давайте, давайте сейчас будем собираться тихонечко на перерыв, вот, а после этого мы продолжим тему, продолжим эту тему уже с профессионалами, то есть то, что я озвучила, вот это мое мнение, и давайте будем разбираться, у нас сегодня будет много звонков, и мы надеемся на то, что позвонят радиослушатели и выскажут и свое мнение, потому что вот это волонтерское движение, которое люди считают очень правильным, очень грамотным и нужным, входит достаточно много человек. Мы не прощаемся, мы скоро вернемся. Добрый день. Здравствуйте еще раз. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. Это Дневной разворот. Самое главное, Кировский ССК. Да здравствуй, Кировский ССК. Да, да, славься, джей, славься, джей. Напоминаем номера наши, 708-502, телефон прямого эфира, звоните, у нас сегодня проблема достаточно серьезная. Многограммная. Стоит того, чтобы ее обсудили мы вместе с вами, 708-502, и номер для СМС 8909-720-101 и 0. И мы приглашаем к собеседованию, мы приглашаем к высказыванию мнения, особенно тех, кто называет себя волонтерами и в волонтерском едином движении пытается спасти животных, которых они считают бродячими и несчастными. У вас есть свое мнение. Вы почему-то, девочки, это делаете, вы почему-то этим занимаетесь. Почему-то люди, профессионально относящиеся к спасению, к реальному спасению животных на улицах, относятся к этому в достаточной степени негативно. Давайте, не стесняйтесь, набирайте нас, звоните, 708-502, мы вас хотим услышать, и думаю, что нам это удастся. Вы же творите добро, по вашему мнению. Ну что ж, давайте будем напоминать гостей студии. Гость, конечно, у нас. Это Наталья Павловна Махнёва, председатель правления Кировской областной общественной организации защиты животных Зоокоролевства. И коллега Наталья Павловна, её заместитель Оксана Вальтерна-Стрельцова, заместитель председателя правления общественной организации Зоокоролевства. Ну, здравствуйте ещё раз, Наташа и Оксана. Здравствуйте. Ну что ж, давайте будем переходить вот к чему. Давайте начнем с приюта для бродячих животных. Давайте начнем с приюта для бродячих животных. На меня неоднократно выходили люди, на вас неоднократно выходили люди. Вас останавливают на улицах и говорят, вот у вас теперь приют, вот вам все дали, вы не берете наших собак. Во-первых, давайте разбираться, насколько и как вам дали этот приют. Потому что вот я напомню, когда мы митинговали, мы ходили, мы требовали, добивались и стучали кулаками по столам многих чиновников городской администрации, чтобы в городе был приют. В конце концов, его сделали, его открыли. Давайте уточнимся. Вам дали разрушенные здания, вам дали разрушенную территорию. Дальше все производится за ваш счет. И те тысячи человек, которые кричали о необходимости создания в Кирове приюта, пускай силами горожан, куда-то вдруг пропали и остались даже не сотни, остались единицы, которые помогают строительными материалами, которые помогают продуктами, которые помогают в содержании этих бродячих животных. Я права или нет? Да, абсолютно правы, конечно. Какие разрушения были в доме предоставлены под приют, и что уже сделано? Ну, самая большая проблема, что нам досталось здание без электричества, а без электричества никакие строительные инструменты даже не подключились. Без окон, без дверей. Ну как, без окон, без дверей, без электричества. Очень много времени ушло на восстановление электричества. Теперь есть. Ну да, теперь есть. Но воды до сих пор нет, хотя вам обещали. Нет, конечно. Воду вы привозите каждый раз сами. Сколько собак у вас находится сейчас? Ну, от 15 до 20 собак. Это то, что мы можем позволить себе в пятером содержать. Ну, как бы на постоянной основе. То есть приют содержится... Пять человек содержат приют. Да. В финансовом смысле. В финансовом помогает население. Сколько в месяц... Минутку. Сколько в месяц уходит на приют? Хотя бы в определенных рамках. Сколько вы тратите на пока идущее строительство и на содержание животных? А содержание — это паение, кормление, выгул, уборка территории и так далее. Сколько уходит денег? Я уже не буду спрашивать о времени, которое вы тратите, а в финансовом смысле. Сколько вы выкладываете из своего кармана? Лично я не считала. Как бы не получается считать. А примерно хотя бы. А я же не могу... Это 10 тысяч? Нет, я не могу сказать точную сумму, потому что разницы между хобби и своей работой я не вижу. Я поехала на работу, я заехала туда, предположим. Я же не могу посчитать, сколько я трачу, предположим, своих же, собственно, денег на бензин. Сколько стоит время, которое мы там выходные. А каждый день, там, 2-3 часа находимся там, да? Это не считается. Это невозможно посчитать. Нет, я понимаю, что и бензин можно сосчитать. Оценка времени не поддается, да. Сложно сказать, сколько стоит мое время. Хотя, в принципе, тоже при желании можно бы сказать. У вас есть работа, вы трудитесь. Своя работа. Вы же в час что-то зарабатываете, если даже соотнести. То можно как-то определить. Но хотя бы на то, что вы покупаете строительные материалы, вы привозите воду, вы кормите и выгуливаете. Ну, еда же стоит денег, у вас же с потолка ничего не падает. Если я понимаю, что раньше, пока в Кирове не сформировалось вот это волонтерское движение, вам помогали гораздо больше и активнее, и охотнее. Так ведь было? Сколько уходит? Ну, вот, допустим, у нас в городе существуют гостиницы, а это их работа, и они подсчитывают, во сколько обходит содержание собаки, плюс свои труды, образно говоря, можно ориентироваться на них. То есть там приблизительно... Гостиницы для животных. Да, гостиницы для животных. Они, по-моему, берут как 300 рублей в сутки, да, или сколько? 300 рублей в сутки. То есть они это вынуждены считать. Кто специалист? Давайте посчитаем 20 собак на 300 рублей ежедневно. Сколько стоит день? 6 тысяч? 6 тысяч. А я уже без калькулятора ничего не считаю. Это бывает. Нет, просто мне это там противно. Я представила, что это не может быть 600 рублей, и не могла представить, что это стоит 60 тысяч в день. То есть я просто сократила до 6. Я взяла среднюю цифру. 2 на 3 я еще умею умножать. Значит, 6 тысяч в день. Содержание вот такого приюта, где находится 20 животных. Все время звучат претензии. А, да, я напомню, что при этом деньги 5 человек, которые взялись за этот приют, достают из своего кармана. Давайте вот умножим 6 тысяч на 30 дней. Получается очень неплохо. А потом поделите на 5 карманов, сколько люди платят за содержание вот этих бродячих животных. Достаточно ли это сумма для того, чтобы люди доказали, что они просто любят собак, а не горлопанят о том, что они любят собак. Горожане стыдно. Стыдно. Вы обещали помогать. Вы добивались. Но как только стал финансовый вопрос, как только возник разговор о помощи бродячим животным, все куда-то, бах, и пропали. Улетели. Ну, это менталитет наш такой нормальный. Помните детский фильм, да, шла собака по роялю, там был эпизод, да, я приделаю тебе крылья, девочка, или мальчик обнимая собаку большую, я приделаю тебе крылья, и мы улетим с тобой в дальние страны. Да, так же вот наши кировчане. Очень ведь интересно. Они теперь, допустим, вот, ну сейчас, конечно, все уже немножко устаканилось со временем. Сначала это вообще очень тяжело, очень было. Допустим, теперь, вот даже теперь люди как бы встречаются. Как это вы? Допустим, мы для вас боролись, чтобы у вас был приют. Мы говорим, а что ж вы для нас боролись? Боролись бы для себя. А не для себя. Почему вы боролись не для членов своей семьи, не для своих детей? Мы как бы тоже... Нет, мы бы всех побороли, берите на здоровье. Мы бороться тоже как бы, типа, в принципе, могли бы бороться для вас и для себя. Нет, мы боролись, нет, мы боролись изначально несколько бестолково требуя приют, подозревая, что город возьмет на себя часть затрат. И город обещал это сделать. И потом выяснилось, что тот приют, который передали некой команде, я не хочу ее упоминать, но вместо приюта они сделали там автомастерскую, и вкалывали благополучно. И никто... И все говорили, да, там приют, хотя там только битые автомобили стояли. А тот вариант, кстати, устраивал. Все устраивали. Возражений вообще не было. Да. Всего здорово. Никто не кричал, что есть приют, да, и никуда собак не берут. А мы, конечно, и строились, да, и содержали собак, и лечили, и все. И как бы вот чем у нас, почему-то, чем ты делаешь больше, тем как бы от тебя хотят еще больше. Хотя, в принципе, да. Кто-то отговорил о русском менталитете. Наши предшественники, они же просто вообще не держали ни одно животное, были как молодцы, и герои, и так и надо, да. А в то же время, как бы... И почему-то доказывали, что они делают благое дело. И не строили, и не содержали, и не содержали. И почему-то самое главное, что городской администрации было совершенно нормально. Они говорили, есть приют, а то, что там автомобили... И глядя нам в глаза, говорили, нет, там приют. Мы показывали фотографии, показывали съемки. Где приют? Вот, бой автомобилей. Работает автомастерская. Вот ссылка на людей. Вот они говорят. Но говорили, нет, все равно. Вот, ну, это тоже поговорка, когда вот про глаза, и все, божья, роса, помните, да? Ну, еще хотелось бы немножечко подкорректировать тот не приют для бродячих животных, а мы немножечко вот как бы на своем опыте все-таки начали сортировать. Есть собака бродячая по какой-то причине, да? То есть бродячая собака — это существо, находящее в себе сопровождение человека, да? Да, предположим. Вот. Есть собака домашняя, потеряшка, да? Да, есть потеряшка. Есть собака из комнаты, дикая собака, которая из поколения в поколение живет вот именно попрошайничество. Да, она с виду собака, но по натуре это зверь. Зверь. И Киров, город для нее, это ее место обитания, это джунгли. Естественно, совершенно. Помойка — это ее... Место борьбы за жизнь. Помойка — это место, где она питается, уничтожая в том числе и крыс, про которые мы говорили. Интересный случай вот про собачку от филармонии, да? Вот показательный вот такой вот случай. Ну, расскажи. Не помнишь, значит, пару месяцев назад позвонила женщина мне и говорит, знаете, вот дождь идет, собачка лежит на остановке, черненькая такая красивая большая собака. Я говорю, что она лежит-то как бы в естественной позе, не в естественной, там, сбитая собака. Что, нет, лежит. Смотрит на всех, там, я подошла. Я говорю, ну, кушает там что-то, вы дали ей что-то поесть там собаке что-то. Он говорит, ну, знаете, пирогов предложила, мне не ест, не ест пирогов. Я говорю, а где собака лежит там? Между континентом и глобусом и филармонией. Я говорю, слушайте, эта собака ест определенный сорт колбасы. Колбасы, так-то, да? Она еще не каждую бумажную будет, да. Она к пирогу-то, ну, никак не привыкла. Ну, выпечка, когда собака на колбасе, она не будет выпечкой. Далее поступали звонки, что это собака, хатико, русская, вятская хатико. Ее выкинули из серебристого джипа, так как эта собака бегает только за серебристыми джипами. А собака, ну, вот, нормально, черная. Да у собаки выпендрется. Собака не просто кураж, у серебристой джипа полает. Она живет полностью довольная жизнью. Если лежит собака одинокая, все, это же грусть, это тоска, это надо спасать. Она никому не сможет. Она банально моется. Потом, вы знаете, допустим, вот чау-чау, да, шарпеи. Вот у меня собаки, которые были раньше, вот ты под дождь поставив, под снег, я не знаю, куда угодно, в озеро загадив, в реку. Вот она полчаса в реке просидит, будешь ее мыть, там что-то оттирать. Достал, она отряхнулась, шерсть разнял. И в конце концов, в сантиметре или полтора от кожи шерсть совершенно сухая. Набивка шкуры. Это животное, живущее в природе. Она устроилась, она много поколений жила. При том, при всем, это собака, да, как бы, вот у волонтеров же такой, будем так говорить, реклама собаки определенно идет. Может быть, на охране, может быть, компаньоном. Это что за определение такое? Собака на охране, это определенная собака, собака-компаньон и квартирная собака. Совершенно другое понятие, правильно? Конечно, это разные вещи. Да, собака, которая... Собака-охранник, это... Да, караульная собака, это караульная собака. А комнатная собака, это комнатная собака. А есть вот дикая собака, которая, она из поколения в поколение поберушка, да. Она привыкла, что человек, для нее это источник питания. Вот этот кобель, опять я к нему вернусь, к этому черному кобелю. Которого обозвали Хатико. Хатико. Я сама лично проезжала. Которого лубок к серебряным джипам, к серебристым. Да, и стоя на светофоре, увидела, как он ловко лазит по сумкам-то у женщин, по хозяйству, вот по этим сумкам, с которыми ходят в магазины. Честное слово. Я видела сама. Так это вороватые Хатико. Он совершенно наглый пес, он живет, ему очень хорошо. Он курсировал между домом быта и... Ну, я, насколько помню, этого пса, он ведь не маленький, он достаточно крупный. Он до колена, если не выше. Выше. Он лайкоет определенно. Да, да, все его знали. Вот хвост с крючком, плотная набивка шерсти, легкий в ходу, он такой легконогий парень был. Я очень хорошо помню эту собаку, но он же пропал или его залюбили волонтеры. Да, да, огромный вопрос. Да, вот собака жила великолепно. Да, великолепно жила собака. Куда она подевалась, вот эта собака? Мечта была у них куда-нибудь в деревню эту собаку отправить. Интересно, в какой такой деревне эта собачка будет питаться, как у континента? Да не знаю, где она найдет такое количество сумок, но косунь нас там в деревне сразу его прибьет. А нет, а какую она функцию будет выполнять в деревне? И какую функцию? Люди как бы не настолько так сентиментально. Она должна что-то охранять. Собака, которая постоянно попрошайничала. Ну, что она будет охранять? То есть собаку, допустим, если засунуть в деревню, она будет не востребована. Нет, естественно, сельская миссия, собака, эту собаку... Во-первых, да. Во-вторых, в деревню они берут собаку, допустим, голую, чтобы ее на ручках носить и в попку голую целовать. Конечно. А сейчас даже есть такая тенденция, что деревенские-то люди просят только породистых животных. Немецких овчарок, кавказских овчарок, среднеазиатов, только породистых животных. Вот год тот, хотя бы как-то брали дворняк, в этом году мы просто поражаемся. Причем собак практически, если овчарка, так, ну вот, уши не стоят. Если одно ушко по покусу не стоит, прокуша на ухо не стоит у немецкой овчарки, висит ухо. Уже все деревенскому человеку не надо такую собаку. Очень поменялись представления, запросы. Я когда общалась очень активно с московскими собачниками, с московскими кинологами, они нас кировских почему-то называли краилы. Я всегда удивлялась. А почему мы краилы? Не безознавательно. А вот они говорили, вы знаете, вам говорят, кировским надо за копейку, ну уж такую супер-пупер породу, чтобы уже... Но за копейку. А лучше за бесплатно. Но вообще мы так с вами соскочили на непонятное волонтерское движение. Давайте все-таки поговорим, договорим про приют. То есть кого вы принимаете в приют, какие сделали вы выводы, работая в приюте. И понимая, что есть некая градация, что есть животные, которых обязательно стоит взять, привечать, приютить. Есть категория животных, которые совершенно не подходят для приюта. Потому что это бездарная трата времени, средств и так далее. Что, ну, в принципе, улицам от этого не легче. То есть люди видят бродящих собак по-прежнему. Каким выводом вы пришли? И, допустим, вот у вас есть 10 свободных клеток, или как это называется? Вольеров. 10 свободных вольеров. Ну, допустим, вам привозят там... Ну, давайте гипотетически возьмем 50 животных. Да, конечно. Кого вы поставите в эти 10 вольеров, понимая, что... По востребованности. Ну, вот еще. Мы все-таки еще опираемся... Мы все равно должны приносить людям пользу. Конечно. Какие-то приюты, они не решат проблему бездомных животных. И перед приютами... Всех. Это такая цель. Мы не сможем победить, это должно делать государство. Нет, оксана, оксана, подождите, вы мне вначале ответили на вопрос. Приоритеты наполнения. Да, и поэтому мы хотя бы хотим какую-то пользу принести. То есть взять то, что просит наше население. И мы вот лично сами, как люди, которые занимались собаками какое-то время, и занимаемся какое-то время, все-таки стараемся забрать, если есть возможность, забрать ту собаку, которая опасна людям. Даже иной раз мы так же и говорим. Вот, допустим, нам звонят, сидит на остановке собака. Мы говорим, ну вот какая собака, допустим, крупная, некрупная, средняя, по колено. Средняя собачка по колено, красивая, ну там, вот она, вот как у филармонии предположено. Котиконам. Да, его там кто-то положительные эмоции испытает, даст ему сосиску, кто-то погладит, кто-то, может, так, конечно, плюнет, уйдет, но, по крайней мере, ее мало кто боится. Фу, какая неаппетитная картина. Идет человек, там такой черный, приятный кобель с карими глазами, он так смотрит внимательно, и какая-то рожа идет, и в нем плюет. Да. Что-то вы нарисовали какое-то. Образно говоря, я образно так утрирую. Петафора. Но бывает, на улице, оказывается, собаки, которые пугают население. Вот, допустим, вы не можете меня понять. Так вот, я говорю, мы забираем, в прежде очередь, вот этих собак. Это потом, это потом. Все-таки, вот одним словом, кого вы берете? Тех собак, которые можно пристроить, которых просят люди. Вот, самое главное. То есть вы берете тех, кто в дальнейшем может найти... Доброе, хозяйские руки, и собака больше не окажется на улице. Нам показывают, что у нас время перерыва. Да, пора на перерыв ходить. Да, мы уходим. Да, и мы не прощаемся пока. Не прощаемся. Субтитры подогнал «Симон»